Президент отметил, что благодаря социальной газификации более миллиона домохозяйств должны получить доступ к газу. 375 тысяч из них уже подключены. В прошлом году программа стала бессрочной. Ее расширили на поликлиники, больницы и школы. На этом останавливаться не планируют. Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку. А именно, внести в этот перечень и участников специальной военной операции и членов их семей. А также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей инвалидов. Будут объединены газовые системы Запада и Востока. Соединят газопровод «Сила Сибири» и «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Это должно дать новый толчок к развитию бизнеса. В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. Ведь растет количество масштабных инфраструктурных проектов. Появляются новые рабочие места, особенно в арктической зоне страны. В Мурманской области Карелия получат газ от газопровода отвода «Волхов-Мурманск-Белокаменок». Магистраль будет проложена для проекта по производству сжиженного газа на Кольском полуострове. Но часть ее мощности, а именно до 10 миллиардов кубических метров в год, пойдут на снабжение предприятий, социальных объектов, жилых домов в Карелии и Мурманской области. На развитие экологичной электрогенерации. Несмотря на экономические и политические вызовы, российский топливно-энергетический комплекс успешно развивается. Удается противостоять санкциям в технологической сфере, решать проблемы с поставками импортного оборудования, развивать импортозамещение. Один из ярких примеров – центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Первая плавучая платформа для сжижения газа, стартовая линия проекта «Арктика-СПГ-2» уже находится в районе добычи. Уже идет ее пусконаладка. На Мурманском заводе сформулирован солидный портфель заказов. Это значит предприятие, его коллектив обеспечены надежной, востребованной работой. К слову, в области СПГ у России масштабные планы. В ближайшие десятилетия его выпуск должен вырасти втрое – до 100 миллионов тонн в год. Инвестиции превысят 6 триллионов рублей. Всеволод Краснов, ТВ21+.